Любители остроумных шуток и студенческого юмора собрались на полуфинале открытой Кубанской лиги клуба веселых и находчивых. За напряженной борьбой участников за место в финале наблюдала и наша съемочная группа с подробностями нашей корреспонденты. За порцией отличных шуток зрители пришли задолго до начала выступления. В рядах любителей КВНа царило оживление и предвкушение начала игры. Ведь полуфинал открытой лиги собрал самых сильных соперников, не раз выступавших на сцене. Настоящих профессионалов юмора и шутки. Так считает председатель жюри, директор Центральной Краснодарской лиги Международного союза КВН Игорь Морозов. Это в первую очередь саморазвитие, потому что люди, которые выходят на сцену в составе команд КВН, это далеко не глупые люди. Это интеллектуальные люди, которые имеют большой кругозор знаний, круг общения. Но я думаю, что это в принципе хорошее такое будущее в нашей стране. Для ребят одна вторая финала – это последняя ступень к долгожданной победе. Готовились к ней участники долго и основательно. Несмотря на царивший дух соперничества, ребята приехали не только побеждать, а главное – получить удовольствие. Ведь для многих КВН – это образ жизни. КВН для меня это также жизнь. Для меня это больше, на самом деле, чем жизнь. Потому что в КВН можно показать то, что нельзя показать реальной жизни. Здесь можно показать свой внутренний мир, то, что на самом деле у тебя на душе. Для меня это хорошее настроение, общение, смех людей, море позитива. Ну, конечно, хорошие шутки. На сцену команды выходили с приветствием на свободную тему. При этом каждая сборная продемонстрировала колорит своих родных мест. Ну и чтобы закрепить наше победоносное фиаско, мы откроем секрет, что Николай Расторгуев поет «Суфлёры». Несмотря на то, что команда Славинского района не попала в полуфинал открытой кубанской лиги КВН, гостеприимный город Славинск-на-Кубани – для игроков место, куда хочется приезжать. Многие из участников полуфинала здесь уже не новички. А всё дело в том, что наш город сейчас значится в списке постоянных дислокаций игр КВН Краснодарского края. Ни для кого не секрет, что Славинск-на-Кубани и Славинский район – это город молодёжи, район молодёжи, студенческий городок и очень гостеприимный город. Поэтому не мудрено, что сегодня у нас в городе проходит такое большое мероприятие. Руководство кубанского КВН любезно согласилось провести одну из важных игр лиги «Чёрное море» здесь, в Славинск-на-Кубани. Потому что здесь любителей КВН предостаточно. Очень добрый, хороший зритель, тёплый – это наша молодёжь. Поэтому одна из самых популярнейших форм молодёжного досуга, молодёжных движений, творчества, культуры КВН сегодня в Славинск-на-Кубани. И не первый, и, надеюсь, не последний раз. Прекрасное настроение зрителям в этот вечер было обеспечено. Все команды подготовили море веселья и позитива, тем самым завоевав сердца болельщиков в зале. Проигравших в полуфинале не было. Все пять команд оказались на высоте и заработали путёвку в финал, который пройдёт 7, 8 и 9 октября в Анапе. Надежда Неткачева, Александр Косицын. Программа «События». Продолжение следует...